Всем привет, меня зовут Богатейший Ди. Изучая цены на рынке за 2014 год, я осознал, что в действительности 5 лет для крипторынка это как для нас целая вечность. Настолько быстро все развивается. Так давайте вместе посмотрим на то, что происходило и что переживало криптопространство 5 лет назад. Я думаю, что это будет полезно, чтобы понимать перспективы на будущее. В 2014 году топ-5 криптовалют выглядел совершенно иначе. Единственное, что оставалось неизменным, это то, что биткоин и тогда занимал первую позицию. Правда, стоил всего лишь 631 доллар. На втором месте располагался лайткоин, который стоил 17 долларов. XRP был на третьем месте со стоимостью всего лишь в 10 центов. А далее начинаются сюрпризы. Аврора Коин занимала четвертую позицию с ценой в 10 долларов. А на пятом месте оказался Спейн Коин за 3 доллара. Кстати, насколько я знаю, Спейн Коин сегодня уже мертв. Казалось бы, валюта находилась в топ-5. Покупай и не думай, но тем не менее, спустя 5 лет она погибла. А вместе с ней и ваши потенциально возможные инвестиции. Кстати, Пьер Коин на шестом месте оказался тоже не просто так. Именно Пьер Коин является пионером консенсуса Proof of Stake. Как мы видим, инновации происходили уже тогда, в 2014 году. Поэтому лучшие монеты по версии CoinMarketCap 5 лет назад в основном представляли себя децентрализованные сети, которые стремились показать, как могут работать деньги. Смотря на 2014 год, мы видим, что все началось с биржи под названием MTGOX. Возможно, о ней вы слышали после того, как стало известно, что 750 тысяч биткоинов навсегда утеряны. На тот момент 750 тысяч биткоинов составляли 7% от общего числа. Вот что такое централизованные биржи. Какие же выводы рынок за это время сделал? Кажется, не такие уж и серьезные. Но, по крайней мере, появляются новые решения. Например, децентрализованные биржи и так называемые Atomic Swaps. Это такие механизмы, которые позволяют пользователям разных блокчейнов совершать обмен напрямую. Об этом я, кстати, всегда мечтал. И вот оно, мечты сбываются. Например, можно напрямую обменять биткоин на нео. Или наоборот. Учитывая, что причина исчезновения многих децентрализованных бирж это неспособность быстро произвести обмен за пределами собственного блокчейна, Atomic Swaps вполне могут подвинуть такие децентрализованные биржи в сторону. Да и к тому же, многие биржи, представляя себя децентрализованными, по факту лишь тщательно скрывают свою централизованность. Некоторые биржи лишь обещают перейти на децентрализованную основу, а другие могут работать эффективно только в рамках своей платформы. В общем, очень много косяков в этой вашей децентрализованности, дорогие биржи. Стоит также вспомнить, как биткоин оказался в центре скандала, когда осенью 2014 года был закрыт известный и, пожалуй, самый популярный онлайн-магазин наркотиков Silk Road. Или в переводе «шелковый путь», но не тот, о котором вы подумали. 2014 год для биткоина стал годом не только борьбы с прессой, но и попыткой оправиться от краха самой популярной на тот момент криптобиржи. Конечно же, не стоит забывать и об общей атмосфере неуверенности в будущем первой криптовалюты. Впрочем, даже несмотря на это, 2014 год также стал годом, когда венчурные капиталисты начали инвестировать в связанные с биткоином компании и услуги. На тот момент общая сумма таких инвестиций составляла 98 миллионов долларов. Вот такая скромная сумма была. По состоянию на 2018 год это число превысило 4 миллиарда долларов. Это был также год, когда криптовалюта стала восприниматься не только спекулятивным инструментом, но и способом оплачивать товары и услуги. В 2014 году количество торговцев, которые принимали криптовалюту, составляло около 3000. Спустя всего лишь 2 года это число увеличилось до 100 тысяч. Что касается 2019 года, конкретной цифры я не нашел, да и год еще не закончился. Зато есть карта всех мест, где принимают криптовалюту в качестве оплаты. Как мы видим, это Европа, США, Япония, Южная Азия, страны Южной Америки и Африки. На постсоветском пространстве все не очень хорошо в этом плане. Хотя Беларусь и Украина меня удивили. В России же в основном места, где принимают крипту, можно найти, конечно же, в Москве. Еще вот здесь видны редкие пятнышка. Это у нас Казань, Уфа, ЕКБ, Челябинск. Ну а в Европе это Англия, Германия, Италия, Чехия, Словакия, Швейцария и так далее. Очертания этой криптовалютной карты чем-то мне напомнили границы Священной Римской империи. Забавно. Кроме того, количество биткоин-банкоматов начало расти, а также увеличилось количество профессиональных встреч и конференций. Глупо отрицать, что биткоин начал пускать свои корни и в физический мир. Но как же изменилась инфа пространства за последние пять лет? Бум источников новостей, ютуб-каналов, стимит-сообществ, биттюб, твиттер, реддит, фейсбук, очень много социальных сетей. Появление множества блокчейн-приложений и криптовалют, которые переосмысливают сценарий получения доходов в соцсетях, сельском хозяйстве, судоходстве и других отраслях. Крупные банки боятся цифровых валют, а криптовалютные проекты заново пересоздают конфиденциальность и безопасность в новом интернете. Хотя у нас все еще существуют блокчейны второго и третьего поколений, которые опираются на идеи еще Сатоши Накамото, но и расширять границы, экспериментировать, учитывая ошибки прошлых моделей, никто не отказывается. Все еще думаете, что биткоин и мир криптовалют мертвы? При всем моем уважении, я думаю, что пришло время освободиться от этого мышления и попытаться увидеть более широкую картину мира. Мы все еще здесь и нам предстоит пройти еще долгий путь. И в конце я бы хотел задать вам вопрос. Как вы думаете, что нас ждет в ближайшие пять лет? Какие инновации будут построены? Оставляйте свои комментарии внизу. Мне действительно интересно узнать ваше мнение. Ну на этом все. Меня зовут Богатейший Ди. Ставьте лайки или дизлайки, комментируйте, делитесь видео с друзьями и обязательно богатеете. Куда же без этого? До скорого. Субтитры создавал DimaTorzok